Значит, я, собственно, честно говоря, никуда не продвинулся. Предлагаю еще немножко повисеть над грамматической формой метафор. Значит, еще раз, есть отношение при... Вообще... У нас есть понятие признака, да, языкового, который существует сам по себе. Независимо от отношения слов, которые он соотносит. И признаки... Есть два вида отношения признаков между собой. Это отношение различия, ая-ит, и отношение тождества, и, допитая-ит. По второму случаю мы не имеем, собственно, отношения. Потому что... В первом случае отношения, именно отношения различия. А в втором случае мы не можем сказать, что это отношение тождества, потому что... Блестит, смешит, бежит. Можно назвать это отношением тождества, но... Это не строго в смысле отношения, потому что они не одновременно даются, а последовательно. Ая-ит существует как... Одно определённое через другое. Весёлая бежит. Ая-ит весёлая бежит. Ит-ит... Это установление тождества. Когда мы создаём новую грамматическую форму. Ая-ит понятна. Весёлая бежит. Отношения различия. Ит-ит, бежит-блестит, тоже понятно. Отношения тождества или тождества. Признаков. То и другое глагол. Почему глагол? Потому что ит. Но когда мы устанавливаем отношения ит-ит, это значит, что два ит даны одновременно. Возникает новая грамматическая ситуация. Ит-ит, два ит берётся вместе, возникает новая грамматическая ситуация. Это действительно отношение тождества признаков. Есть отношение различия, есть просто тождество, когда через запятую. И есть отношение тождества признаков. Как некая новая грамматическая форма, которая сама по себе ни о чём не говорит. она не может быть опредмечена. Потому что ая-ит, как опредмечивается, весёлая и бежит. Ит-ит, через запятую, как опредмечивается, бежит-блестит. А ситуация одновременно взятых двух ит, она не накладывается на языковую материю. Потому что, если мы скажем, опять же, мы скажем, бежит-блестит, то мы сваливаемся в форму ит-ит, запятая ит. То есть, применённая к языковой материи, к предметности, вот эта вот языковая форма ит-ит, то есть, отношение тождества признаков, одновременно вместе данные признаки, тождественные признаки. Одновременно вместе данные тождественные признаки. Они ложатся на материю. Только мы её укладываем в материю, мы получаем возвращение в форме тождества. Бежит-блестит, ит-ит, если мы накладываем на бежит-блестит, но сразу исчезает отношение тождества признаков. Возникает просто тождество признаков, ит-упитая ит. Но это тождество сугубо формально, то есть просто совпадение характера предикаций, которые зафиксированы флексией, но не совпадение с содержанием этих признаков. Потому что блестит не то же самое, что бежит. А совпадает тождество в отношении чего? Только в форме. Только в форме совпадает, но только в виде ит-ит. Я не очень понимаю эту разницу. Ну, в первом случае мы говорим бежит, фиксируем ит, блестит, фиксируем ит, последовательно. То есть нет такой формы, ит-ит данная вместе как грамматическая форма. ит-ит. Ит-ит означает, что два ит, данные одновременно и соотносятся друг с другом. То есть между ними устанавливается соотношение тождества. Она должна удержаться как одновременно данные ит. Бежит-блестит этого не дает. Оно последовательно. Бежит-блестит не удерживает форму ит-ит. То есть одновременно данных двух ит, находящихся в отношении тождества. Если мы берем, еще раз, если мы берем ит-хироит, то есть одновременно данные два признака, два суффикса, находящихся в отношении тождества, если мы опрокидываем на обыкновенный материал, бежит-блестит, то он исчезает как грамматическая форма. Мы возвращаемся к форме ит-ит, то есть последовательно данные тождества. Не одновременно. Поэтому, как грамматическая форма ит-ит, вместе данные, находящиеся в отношении тождества, признаки, она не осуществима на материале, думаю я. Осуществима другая грамматическая форма. Это форма летит-летит. Причем летит-летит здесь не содержание, а именно грамматическая форма, наподобие того, как ит-ит. Отношение, что мы имеем в летит-летит? Отношение тождества, предикатов. Возникает новая грамматическая форма, и только она имеет смысл. Не отношение тождества, признаков. Такая форма не удерживается, не накладывается на материал. Ит-ит, отношение ит-ит. Вернемся к отношению признаков. Если мы хотим, можно иначе, наверное, рассуждать, если мы хотим удержать эту форму ит-ит, то есть отношение одновременно данных одинаковых признаков, то это нельзя сделать на материале «бежит-блестит», «летит-бежит». Это можно сделать только на материале «летит-летит». То есть для того, чтобы признаки были в отношении тождества, находились в отношении тождества, должно быть установлено отношение тождества предикатов. «Летит-летит». Для того, чтобы признаки находились в отношении тождества, необходимо отношение тождества предикатов. «Летит-летит». Как грамматическая форма, еще без субъектов. Не понятно? Дорисовать? Удивительно, что язык у нас стрицательным становится. Безотносительный пакет. То есть чистый язык? Ну да, на уровне троп возникает, в самом деле, некоторый, можно сказать… Чистая форма, то, что мы раньше говорили, да? Больше отлетевшая от материала форма. Значит, Игорь, первый ход – отличие «ит-ит» от «ит-ит». Понятно? Ну да, невозможно это удержать одновременно по поводу какого-то субъекта, а только последовательно. Окей, это понятно. Даже тут и субъект не нужен, просто «бежит-блестит». Сначала мы устанавливаем, что «бежит-ит», по суффиксу устанавливаем, что это глагол, потом «блестит», по суффиксу устанавливаем, что это глагол, потом говорим, что то и другое глагол. Грамматической формой является действительно просто «ит-ит», а одновременно данные одинаковые суффиксы – это другая грамматическая ситуация. Ну, которая просто невозможна, как Вы говорите. Да, которая возможна только при одном условии. Если она будет подкреплена отношением толщества предикатов, летит-летит, только тогда «ит-ит» сохраняет свое значение. Тогда мы имеем «летит-ит» в качестве грамматической формы. То есть, если они содержательно совпадают, тогда отношение «тождество» удерживается? Да. Тогда «ит-ит» удерживается, только в этом условии. Если мы «ит-ит» наложим на «бежит-блестит», он превратится просто в «ит». не будет удержанных отношения двух суффиксов одинаковых. Не будет удержанных. Это у Вас некоторого рода языковой анализ. А если подумать, мы говорим, что девочка летит не потому, что язык может так сделать, а потому, что мы видим, что девочка летит, а потом говорим? Или Вы считаете, что мы просто, поскольку мы можем сказать, что девочка летит, мы и видим, что она летит? Или все-таки мы видим, что она летит, а потом говорим, что она летит? Наоборот. Мы сначала говорим. Я пытаюсь построить так, что мы сначала говорим. Ну и получится тогда, что у нас просто ситуация какая-то, что есть чистая форма языковая, и она навязывается миром. Да. А мир такой мягкий, такой, просто весь такой пушистый, что он никакого сопротивления не оказывает, конечно. И вся наша форма легко помещается в этот мир. Так и было с самого начала. Мы «ая-ит», то есть сначала должны различить «ая-ит», а потом понять, что «ая» — это свойство, а «ит» — это действие. Если мы в языке не различим, мы бы говорили об этом. Хорошо, а почему девочка тогда, не знаю, не разрезает лёд, как ледоход, или не сверлит землю, как бур? Почему она только летит? Почему как бы всё остальное многообразие глаголов к ней не применимо? Применимо почему? Пожалуйста, она может клевать, как дятел. То есть тогда вообще получается слово «девочка» вообще неуместно, просто надо говорить «икс», который может всё что угодно. И мы тогда потеряем и метафору, потеряем и даже смысл. Тут и состоит в том, что, мне кажется, когда мы вот так обобщаем и говорим, что любой глагол можно подставить по языковой форме, любой глагол можно подставить некому субъекту, то это оказывается, что мы теряем всё завоёвано языком. Потому что языковой формы — не всё применимо к девочке. Чего-то к девочке неприменимо. Кстати, вот эта мысль Игорь Зайцев высказывал, по-моему, уже, что не всё может быть метафорой. Не любая метафора возможна. Но это упирается в очень интересную проблему, потому что метафора — это всегда нечто новое. Дважды повторённая метафора уже не метафора. А если так, если метафора всегда нова, то говорить, что какая-то метафора невозможна — нелепо. Это как бы противоречит одно другому. Поэтому насчёт того, что есть невозможные метафоры, я бы не стал утверждать. Это противоречит тому, что метафора живёт только один раз. Ну хорошо, вернёмся к ситуации. Значит, есть одновременно данные, одинаковые признаки типа «ит-ит» или «ая-ая». И они удерживаются как новая языковая ситуация только в одном случае — если они применяются к одинаковым предикатам. «Ит-ит» удерживается только в одном случае — если «летит-летит». Если «летит-бежит» — всё. Грамматическая ситуация распалась. Отношение признаков не удержалось. Оно превратилось просто в «ит». И это «ит», и это тоже «ит». А у нас языковая форма была другая — «ит-ит». то есть отношение тождества, одновременно данные, вместе данные, предикаты. Только при условии, повторяю, удерживаются, если будут вместе данные, одинаковые предикаты. Вместе данные, одинаковые признаки удерживаются только в том случае, если они воплощены в «вместе данные, одинаковые предикаты». То есть мы имеем сначала отношение, тогда мы удерживаем, но «летит-летит», то есть отношение тождества-предикатов. Значит так, сначала у нас отношение тождества признаков, затем отношение тождества-предикатов. У меня большой вопрос возникает. «Ид-ит» — понятно, что это признаки, они не содержателы. «А летит-летит». «Летит-бежит» — это содержание. «А летит-летит». Что вообще это может быть? Это содержание или форма? То есть «летит-летит» не так ли соотносится, не так ли существует, это вот «летит-равно летит», «летит-летит». Не так ли оно существует, как «ит-ит». То есть является ли превращение «ит-ит» в «летит-летит» является ли это содержанием, переходом к содержанию или нет? Мне мерещится, что нет. Что содержание мы переходим только следующим шагом. Когда мы отношение тождества-предикатов применяем к разным субъектам. Но понятно, что к одному субъекту нельзя применять, что «девочка летит» и опять и снова «девочка летит» ничего нам не даёт. У нас есть отношение тоже с сопредикатов «летит-летит», «летит-летит». И когда мы применяем к разным субъектам, получается «девочка летит», «птица летит». И если у нас есть грамматическая форма, если только у нас есть грамматическая форма «летит-летит», то мы можем построить содержательное отношение, где это отношение предикатов является частью. «Девочка летит», «птица летит». Сначала логически «летик-летит», отношение тождества-предикатов, а затем две различные предикации. «Девочка летит», «птица летит». И если у нас есть грамматическая форма, которая оформляет этот пушистый мир, то скажите, какие шансы у нас увидеть у «девочки руки», если мы сначала построили «летит-летит». то есть мы переходим к воображению, у нас девочка появляется с крыльями. Девочка с крыльями, птица летит не клювом, не лапами, птица летит крыльями, так же как рыба плывет не жабрами, а хвостом. Поэтому девочка с крыльями. Ну, древние люди, может, не знали, что она с крыльями летит, может быть, как-то по-другому летит? Ну, конкретное знание тут… Можно изображать просто подобно птице. А уж как там? С клювом там? Мы как с вами определили метафору, вообще смысл метафоры? Мы говорили, что девочка не подобно птице летит, она летит именно птицей. И человек не близок размерами к слону, а человек равен размерами слону. Именно только размерами. Нос у него не становится хоботом. Уши тоже не меняются, хвост не вырастает. Но размерами он не подобен человеку, если мы говорим, что большой. Размерами он не подобен слону, а равен слону. Буквально является слоном, но только в отношении размера. И девочка буквально является птицей по метафоре, по смыслу метафоры. Иначе метафоры нет. Иначе есть просто сравнение. Иначе есть просто похоже. Мы говорили, что похоже – это бессмыслица, если мы тоже лицо, либо различие. Похоже – это пустое слово, которое ничему не отвечает. Девочка не похожа на птицу, а девочка крыльями равна птице. У нее крылья птицы, а все остальное – девочка. Иначе метафора вообще нет. А не делаем ли мы шаг назад к логике? Потому что ведь в логике, когда уподобляют, скажем так, когда сравнивают два предмета, указывают, что в каком-то аспекте они не тождественны. То есть два предмета деревянных тождественны в том смысле, что материал – дерево. Два предмета шарообразных тождественны в том смысле, что форма шара. То есть не полное тождество, а тождество в каком-то отношении. То есть вот когда мы говорим о том, что птица и девочка тождественны, то они получаются ли так, что мы просто делаем шаг обратно в логику выше? То есть они тождественны в аспекте того, что они летят. То есть это разговор из логики, они не языка. Ну и пусть. Это разговор из логики, но это не мешает быть разговором языке. Язык должен что-то добавлять, как мы говорили, что он как бы расширяет логику, внося в какие-то уточнения, более тонкие какие-то различия. Как «ид», «ид», «ая», «ая». Ну, Бабалат, вы всегда должны помнить, не забывать истину, которую высказал Игорь. Девочки не летают. Поэтому это не логическая ситуация. В логической ситуации есть два предмета, а и б, левой своей части они равны, правой и второй части они отличаются, все что может логика. А здесь же другое, девочки же не летают, а у нас летают девочки. Здесь происходит перенос, чего логика не допускает в принципе. Мы берем одну часть и присваиваем ее другому предмету без всяких логических оснований. Это именно разговор о языке, а не логический разговор. Логически такой разговор невозможен. «Девушка крыльями птица». Или даже, как сказать, «руками птица», то есть вместо рук крылья. В чем заключается моя мысль? Что происходит при переходе к метафоре, к тропу? В обычном языке, не метафорическом языке, конечно, такое существует. Но вот мы сначала рассматривали его вне связи с метафорой. Существуют ли птицафорические языки или нет, это другой вопрос. Есть признаки, отношения признаков, которые существуют сначала, а затем накладываются на предмет. То есть на субъектно-предикатные отношения. Это отношения признаков двух видов. Отношения различия и отношения трудностей. Ая-ит и ит-ит. Ая-ая. И они накладываются на ситуацию. Девочка веселая бежит, девочка бежит, луна блестит. Мы накладываем, получается, субъектно-предикатные отношения. Это язык без метафоры. А язык, а метафора заключается в том, что мы берем третий, не встречающийся в обычном языке вид соотношения признаков. Отношения, тождество, то есть отношения одновременно данных, вместе данных, одинаковых признаков. Это ситуация, которая другая. Это не отношения различия, это не тождество, а это отношения тождества признаков. Это ситуация, которую мы конструируем, которая сразу выводит нас из пределов нормального языка. Потому что стоит ее применить, ит-ит применить, как я уже сегодня пятый раз говорил, стоит ит-ит применить, блестит-бежит, она сразу исчезает как грамматическая ситуация. Развращается к простому ит или ит-ит. Эта новая языковая ситуация удерживается как ситуация только в том случае, если она, ит-ит применима к отношению одинаковых признаков, вместе данных признаков. Только так она удерживает. Ит-ит удерживает только в одном случае. Летит-летит. Свистит-свистит. Блестит-блестит. Только в этом случае ит-ит удерживается как языковая ситуация. Поэтому, если мы говорим об отношении тождества признаков, то мы должны говорить об отношении тождества предикатов. И вот эта языковая ситуация, отношение тождества предикатов, когда она накладывается, становится действительно предметной, то есть накладывается субъектно-предикатные отношения, девочка летит, и у нас есть ситуация летит-летит, все. Поэтому, когда мы применяем ее к субъектам, получается то, что получается. Девочка летит, птица летит, самолет летит, мальчик летит. Субъект неважен, получается, какой-то икс летит, все. То есть летит и приобретает некое самостоятельное значение безотносительного субъекта. Два. Икс и ирек. Хорошо. Икс и ирек. Икс и ирек. То есть, на самом деле, получается, что метафора это чистая языковая игра. Есть констатирующая функция языка, когда язык высказывает то, что соответствует. Когда девочка бежит, луна светит. А есть как бы внутриязыковая игра, когда возникает некая чистая форма. Чистая форма, без которой нельзя построить метафору. Я к этому и клоню. Сначала создается языковая форма, а затем мы уже смотрим, восхищаемся, как стремительно и легко бежит девочка. Но если у нас нет ситуации летит-летит, то мы получим не метафору. А просто констатацию? Да, просто констатацию. Девочка бежит легко и стремительно, совсем как птица летит. Ну и все. Это не метафора. С этого мы начали. Это не метафора, это просто сравнение. Чтобы была метафора, чтобы у девочки выросли крылья, нам необходимо сначала языковая форма летит-летит. Она вырастает из совершенно необычного для языка, раньше не встречавшегося в языке, ситуации и-тира-ит. То есть одновременно данные, вместе данные, одинаковые признаки, в данном случае суффикс. Или ая-ая, одновременно данные, вместе данные, флексии, находящиеся в отношении друг с другом. Это, повторю еще раз, возможно только если будут одинаковые предикаты, а одинаковые предикаты, примененные к разным субъектам, и дают, собственно, искомую ситуацию, метафоры. Интересно, что в поэзии ведь тоже есть своего рода рифма, да, и она тоже заключается в том, что у них такого рода конечные звуки, там, или там, сочетание звуков, повторяются, да, там, как-то-то. То есть это тоже как-то относится к тому, что мы все-таки узнаем действительно подобность через вот эти вот оконцовки. Это интересная мысль, наверное, никогда не приходила мне в голову, является ли рифма тоже чем-то таким вот… Как ИФ, да? Да, как… Обобщенное. …отношение, творчество, признаков, да. Но я в эту сторону совсем не думал, надо посмотреть. Совсем никаких мыслей нет, кроме того, что это хорошая подача. Сначала мы создаем отношение творчества признаков, затем мы создаем отношение творчества предикатов, а затем мы высказываем метафорическое утверждение. «Девочка летит, как птица». То есть в расшифрованном виде это девочка летит, птица летит. И этот открывает путь к тому, что называется воображение. Метафора воображения, наверное, не одно и то же. Хотя провести грань очень трудно, потому что если смысл метафоры все-таки в том, что девочка летит, не похоже летит на птицу, не бежит похоже на полет птиц, а именно летит, если смысл метафоры в этом, то это уже есть как бы и воображение тут невозможно… Может, возможно, я не вижу. Я берёте некоторые сомнения здесь. Но я не вижу зазора. То есть метафора образно воплощена. Когда я говорю, что человек большой, как слон, то я имею в виду, что он размерами равен слону. В этом смысле метафора, в этом смысле мы его высказываем. Но тогда в образном смысле у меня человек действительно становится разумным. Оставаясь полностью человеком, просто превращается дядя в стюклу. Своё родное, может быть, мифический образ. Я уже помню, что какие-то признаки зверей переходят в мифологии на людей, да? Может быть, это тоже своё родное действие метафора? Ну, какой-нибудь там пан изображался с копытами, с рогами. Ну, как бы, ну, человекоподобное. Ну да, конечно, впусти только воображение. Но я ещё раз скажу, метафора является языковой формой существования воображения. Сначала метафора как языковая форма, а затем в этой языковой форме возникает воображение. Если я всё-таки сказал, девочка как птица, имея в виду то, что имею в виду, не сравнение, а именно метафора, то это языковая форма, которая образно воплощена в девочку с хвостом рыбьим или девочку с крылами. Девочка-ангелочка или девочка-русалочка. Метафора – языковая форма, в которой складываются образные явления, вот называемое воображение. И тут уж можно всё что угодно, в самом деле, тут какие угодно возможны варианты. Вот такой момент, по-моему, когда формируется троп, да, вот мы установили то жество предикатов, летит-летит. После этого мы можем употребить это тожество предикатов к некоторому субъекту, который изначально с этим предикатом не был связан. Вот птица летит, после того, как установили летит-летит, мы можем летит применить и к девочке. Но, мне кажется, вы имеете в виду, что одновременно удерживаются две пары – птица летит и девочка летит. Да. Когда формируется метафора – девочка летит. То есть здесь в метафоре всегда должен существовать ещё и буквальный смысл. То есть он как не существовать, удерживаться, должен быть буквальный смысл. А буквальный смысл это? Ну, где это птица летит. То есть пара должна удерживаться? Да. Икс, 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 да. А девочка, если как камень летит, то есть буквальный смысл, это так что делать? Ну, как на отличие всё-таки, когда девочка летит метафорически, а когда она летит, буквально. Нет, я просто что хочу сказать, что, а когда работает воображение, то оно как раз работает не с этой парой, не с икс иксом, а только с одним иксом. То есть девочка летит. Вот может в этом есть разница между тропом и самим воображением? То есть оно просто воображение отказывается от удержания пары? Да, то я бы согласился с этим. Что воображение, мы имеем некоторый результат. То есть реализацию, да? Реализацию языковой формы. Результатом является именно вот этот человек размером со слона или девочка с крыльями. Поэтому воображение и воображение мы и не узнаем речи. Речь скрыта воображение. Если бы была дана пара, птица с крыльями, девочка с крыльями. Да, если бы воображение строилось так, вот птица с крыльями, вот девочка с крыльями. Нет, просто воображение происходит с крыльями. Просто воображение происходит с крыльями. То есть птица и девочка отождествляются некому персонажу уже с крыльями. Но генетически так оно и предстоит. Сначала воображение все-таки девочка с крыльями, птица с крыльями. Потом воображение следующим шагом девочка с крыльями. То есть сиклосники происходят? Или отождествление? Ну, скорее опредмечивание. Опредмечивание, тожество. Да, опредмечивание. Пока мы удерживаем в голове птицу, мы не верим в девочку с крыльями. Мы понимаем, что это всего лишь сравнение. Что здесь нет опредмечивания. А когда девочка с крыльями, то мы уже опредметили свою. Мы действительно считаем, что вот есть девочка с крыльями. Но стоит нам, конечно, отдать отчет в этом, то мы снова возвращаемся к метафоре. Девочка как птица. Понятно, что если мы задумываемся на секундочку, не поверим в девочку с крыльями, то мы все равно вернемся к паре. Все равно к паре. Мы прообразим, что рядом есть. То есть опять выпадем из воображения в язык. Видимо, да. Опять выпадем в язык, мы скажем, что это метафора. Больше ничего не скажем. Это не воображение, а метафора. Когда мы зло просто опредмечиваем понятие, опредмечиваем, гипостазируем понятие, что называется. Когда у нас зло в виде какого-то, как не знаю, там, сатаны, демона. Это что такое? Это же другое, это же не метафора. Вообще-то зло это не метафора. Не, когда у нас с аргами, там метафора. Это метафора все-таки? Я не знаю. Я не готов ответить на этот вопрос. Наверное, есть еще что-нибудь. Ну, есть тривиальный ответ, что это лицетворение общего понятия, но это не ответ, разумеется. Нет, тут же воображение, опять же, включено. Опять же, некое предмечивание понятия. Что не просто какое-то абстрактное зло, а именно вот какое-то конкретное, там, с рогами, там, с блестящими глазами, там, с клыками, там, еще чем-нибудь. Или здесь скрытая метафора, которая вот уже настолько скрыта, что уже непонятно другой член? Что-то как-то вот так. Не знаю. Может, здесь какая-нибудь скрытая метафора. Но зло я не готов, я сейчас это знаю. Метафоризировать не готов. Мне хватит проблем с девочкой и с птицей. А со злой птицей? Злая девочка со злой птицей? Так это... Девочка как ведьма. Рыжая, злая, да какая разница? Это же одни и те же... Да, девочка летит. Нет, если она злая, то она не просто летит с крыльями. Она летит с черными крыльями, у нее еще рога, никак у птицы. Нет, бери, Даша, девочка сразу летит на метле. Или на метле летит, да, она уже никак у птицы, потому что она злая. Ну ладно, это... Нет, ну это простые все метафоры. Ничего сложного здесь нет. То есть у нас принципиально вся та же самая картина. Ну просто отталкиваются там не от птицы, а не знаю от чего. Ну вот интересно понять, это тоже метафора, просто мы не можем понять в чем она состоит. Или это все-таки нечто другое? Кто? Когда мы зло олицетворяем. Когда у нас зло превращается во предмещение зло. Когда он превращается в какую-то злобные признаки, да, там, рога, зубы, там, выражение какое-нибудь, там, хареподобные выражения, там, какие-нибудь хвосты, там, и прочее. Такие-то ужасные. А, ты в смысле, почему вот героям Гоголя всегда зло в телесной форме предстает? Ну, сейчас к нашему разговору, да, вот, к языковому. То есть у нас воображение не только работает в смысле метафора, но еще и работает в смысле предмещивания понятий. Это языковая все-таки ситуация или логическая, да, когда... Нет, применительно, кстати, вот к героям Гоголя. Что-то такое у вас есть в какое-то рассуждение на этот счет? Есть, конечно, что это просто иное, не люди. А просто иное, да? Да, просто иное, да, да. Даже не страшно, просто другое. Страх просто в том, что он другой. Человек без раков, а это с рогами. А почему он тогда не такой зелененький? Как котик какой-нибудь пласковый и фушистый? А почему он все-таки какой-то такой грозный? Ну, потому что это несет опасность. Зло – это то, что за пределами диканьки. Это не, собственно, зло, это просто иное – хаос. Его задача – изобразить хаос. Кажется, врага, в диканьке только у коров. Врага – коровы – мирейшие существа. Потому что вы можете считать, что почти что котенок. А, ну, кстати, да. Вот, козлы же они бодливые, козлы-то. То есть, вот, коровы милые, а козлы злые, что ли? Нет, ну, это уже… Здесь какое-то другое построение. Еще… Итак, значит, метафора – это языковая форма фантазии. И дорого то, насколько удается это построить, не знаю, но вот дорого то, чтобы вывести фантазию из языка. Это интересно. Вы видите, фантазия из языка. Если мы не получим, еще раз повторяю, летит-летит, если не будет этого в языке, если мы не построим в языке эту форму, то никогда у нас не получится «Девочки с крыльями». Фантазия выводится из природы языка. Мы что-то меняем в языке, создаем языковое построение, которое позволяет нам нечто привнести. И память, и память тоже. Память – это… Память – это интересно. Мы поговорили сначала о метафоре, а потом пытались построить, как она все-таки из языка получается. Мы сначала поняли, что такое метафора неприменитая к языку, а потом пытались понять, что языковая форма метафоры. Оказалось, что «ид-ид». Но сначала мы сообразили, что, когда говорят, что человек как слон, то имеется в виду не похожесть, а отождествление по определенному свойству. Именно по размеру тому неуклюжести. А вот Иисус Христос является Богом – это ведь тоже предмещенный метафор? План, давайте без богословия. Все-таки… Богословие вывести из языка я еще не готов. Я, конечно, слышал, что Бог – это слово. Вот и логос, но… Это просто дальнейшая попытка развить вашу же идею. Ой, не уверен. Ну а что, как бы? Почему бы нет? Почему бы не возникнуть такую предметную метафору? То есть, человек – тождественный с Богом? Да, и… Да, Бог – тождественный со словом. Нет уж. Пока мы сюда не полезем. Так и здесь я подумал, что такое память. Это тоже тождество признаков, тождество предикатов. Подъезжая под рижоры, я взглянул на небеса и воскомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Что происходит? Есть общий предикат – синие, синие. Синие взоры, синее небо. Установив сначала отношение тождества предикатов, сначала установив отношение тождества предикатов, мы вспоминаем глаза девушки. Слово «ассоциация» ни о чём не говорит, на самом деле. Это ещё одно слово, вроде как, похоже. Слово «ассоциация» ни уму, ни сердцу. Слово есть – смысла нет. Только установив тождество предикатов, синее небо, синие взоры, мы от неба переходим к взорам, я взгляну на небеса и вас помню. Мы от неба переходим к взорам через посредство определённой операции. И эта операция заключается в установлении тождества предикатов. Глаза остаётся глазами, они, вообще говоря, не небо. Небо остаётся небом – это вовсе не глаза и не взоры. Но предикат у них один, общий – это синева. Чтобы вспомнить глаза девушки, нужно установить отношение тождества предикатов, взоров, между взорами и небом. Я вижу человека в комнате. Прихожу на завтра в комнату, в эту комнату, и вспоминаю человека. Как это произошло? Ассоциация. А на деле, по-моему, происходит следующее. Я человеку приписываю свойства быть в этой комнате. Человеку свойственно, человеку присуще быть в этой комнате, думаю я. Я комнате приписываю свойства, предикат, что в ней есть человек. Таким образом, человеке комнаты имеет общий предикат – человек в комнате. В комнате свойственно, что в ней есть человек, и человеку свойственно быть в этой комнате. У человека и у комнаты одинаковы предикаты. Одинаковый предикат – «пребывание человека в комнате». Пребывание человека в комнате есть свойство общее, как человеку, так и комнате И поэтому, установив сначала, увидев комнату, установив отношение тождества-предикатов, я вспоминаю человека Даже и не в этой комнате, а просто человека, потому что быть в этой комнате – это свойство его Увидев комнату, я вспоминаю человека, но как я его вспоминаю? Через, посредство определенной операции А именно нахождение одинаковых предикатов у разных предметов И у меня рождается человек Савтар почему-то говорит, что рождается не человек, а отсутствие человека Я не могу сказать, что я понимаю или разделяю его позицию, но у него ровно те же самые примеры Приходя в кафе, где мы всегда сидим с полем, а тут его нет Я обнаруживаю, говорит он, отсутствие поля И все дела То есть, по вашему рассуждению, я вспоминаю его и тем самым, как бы, обращаюсь к нему положительным образом А для Савтар почему-то сугубо отвязательная процедура Ну, Савтар другая задача, на мой взгляд, просто другая действительно процедура Он действительно думает, что можно обнаружить отсутствие Может соглашаться или нет Каким дальничным образом, что-то называется Вот кафе без поля Я с Сартом не согласен Я не думаю, что можно обнаружить отсутствие Сартом пытается ввести новое понятие Ничто Через вот этот пример с кафе Вот Здесь у меня совсем другая задача Если говорить о Сарте, то я не согласен с этим рассуждением Что мы можем обнаружить непосредственное отсутствие поля Но я говорю, в любом случае, не о однодружении, ничто А о памяти, о феномене Так вот, чтобы вспомнить поле Я должен найти общее свойство у поля и у кафе Я вхожу в кафе, чтобы вспомнить поле Я поле не вспоминаю в кафе, я просто вспоминаю поле Я вхожу в кафе и просто вспоминаю поле Могу в кафе его вспомнить, могу не в кафе вспомнить Могу фотографию его вспомнить Каким-то образом я вспоминаю поле Ну каким образом? Для этого у поля и у кафе я должен найти одинаковые предикаты А этим предикатом является присутствие поля в кафе. Ему присуще, думаю я, сидеть в кафе, а кафе присуще, чтобы в нем сидел поле. Таким образом, пребывание поля в кафе является общим предикатом для поля и для кафе, и поэтому я могу от кафе перейти к полю, но только через нахождение тождества предикатов. Поэтому получается интересно, что и воображение, и память основываются на вот этом самом летит-летит, на отношении тождества предикатов. Летит-летит в одном случае дает нам девочку с крыльями, то есть что происходит? Субъекту приписывается новый предикат. А в памяти наоборот, предикату приписывается субъект. А вот тут есть странное отличие. Синий небо, оно действительно, оно содержательно синее, и установив отношение синий-синий, у меня есть основания вспомнить глаза девушки и все такое прочее. А ведь присутствие поля в кафе, оно не положительный предикат, потому что его нет. Я должен зацепиться за какой-то положительный предикат, за что-то положительное, чтобы установить... Тождественного предиката. А отсутствие поля в кафе, по-моему, не является никаким положительным. То есть это же не цвет, это не форма, не запах. Отсутствие, да. Вот присутствие является предикатом, а отсутствие предиката является... Тогда я должен прийти в кафе, увидеть поле и вспомнить поле, так что ли? Потому что если я пришел в кафе, его там нет, то что положительное, от чего положительного я оттолкнусь, как от... Но чтобы что-то сказать отрицательно, сначала надо это что-то явить положительное. То есть сначала надо представить, что поле присутствует в кафе, а потом уже сделать отрицание первого утверждения. То есть всегда отрицание есть вторичное утверждение по отношению к утверждению позитивного. Так вот я и говорил, а что такое позитивное я обнаружил, когда прихожу в кафе, в котором нет поля? Я вспоминаю, что у кафе присуще присутствие поля, а потом это присутствие отрицает. Но отрицание вторичное операция по отношению к этому утверждению. То есть сначала все равно я должен представить, что у поля есть такая характеристика, как быть в кафе, а потом его отрицает. Нет, тут разговор о памяти должен идти наоборот. Отталкиваясь от чего, я запускаю память. Да, феноменально. Что сначала? Совершенно верно. Поэтому я должен увидеть синее небо, чтобы вспомнить синие глаза. Я должен увидеть кафе, чтобы вспомнить, что в нем нет поля. Но тогда кафе является очень близким. Я должен вспомнить присутствие поля сначала, а потом и полем. Посмотри, присутствие поля – это метафор, а отсутствие поля – это констатация. Нет, нет. Я должен обнаружить предикат. Понимаешь, просто некий положительный предикат для того, чтобы оттолкнуться в свою память. Просто память заключается в том, что двум разным субъектам приписывают одинаковые предикаты. Один субъект присутствует, а другой отсутствует. Да, да, да. Так вот какой это предикат в случае с кафе и этим самым полем? Пребывание поля в кафе. Я же прихожу в кафе, и я не вижу этого пребывания. Ну интересно, глаз вы тоже не видите, вы видите только небо. Ну я вижу хотя бы синеву. А здесь я вижу только кафе. Но никакое не пребывание. Воображаемое пребывание поля. Так бы получилось, что для того, чтобы вспомнить глаза девушки, я должен увидеть глаза девушки. Ну да. Воображаемые глаза девушки опять же. Да нет, да. Как девочка с кримлями. Смотрите, как девочка с кримлями. У нас есть воображаемое присутствие поля, но констатация его отсутствует. То есть уже не метафора. Не метафора, констатирую, что поля. Да нет, смотри. Нужно же отталкиваться от конкретного предиката. Это же не предикат. Вот я и говорю, что он не предикат. Поэтому от него нельзя оттолкнуться. Я полю приписываю свойство быть в кафе. Это только свойство, это только предикат. Я не говорю, что я самого поля имею. Я полю должен приписать предикат присутствие в кафе. Тогда не присутствие в кафе, а просто кафе. Просто кафе. И тогда, когда я вижу кафе, я тем самым вижу этот самый предикат, а нет того субъекта, который этот предикат имеет. То есть нет поля. Тогда я могу понять это воспоминание. Тогда это кафе просто оказывается тем же, что синева. В первом примере. Если мы небу и глазам не припишем одинакового предиката, мы не перейдём от неба глаза. Без предикатов воспоминание невозможно. Вы должны общий предикат найти у неба и у взоров. Тогда мы от неба перейдём к взору, и ряд взоров перейдём к небу. Но через тождество предикатов. Девушки тоже нет, и глаз нет. Есть синева неба. Поэтому ваше рассуждение подходит и здесь. С кого здесь положительный предикат, от девушки. От девушки, там, вот же, женщины. Нет, есть синева. А здесь есть как-то. Так вот только кафе, но не присутствие. Но кафе-то тоже присутствует? Нет, но это не предикат. Есть присутствие кафе и присутствие поля. Присутствие поля здесь выражено в видеороликах. Придикат должен быть реальным. Иначе все эти построения с метафорами, тропами и памятью вообще не важно. Присутствие, существование, бытие не есть реальный предикат. Ну, хорошо. Обсудим в следующий раз. Я на рекцию уже опоздаю, пока вы соберетесь. Продолжим в следующий раз. Давайте было собирать, у меня полчаса. Продолжим в следующий раз.